Великой Отечественной войне 9 мая день победы. Победа, которая у меня взвоена отцом. Я сын ветерана Великой Отечественной войны боевого. И для многих это деды, прадеды, наверное. Но через поколение идет доблестная слава, которую мы стараемся охранить. Конечно, почитаем память этих ветеранов войны и проводим мероприятия, участвуем в них. И хочется к своей души обязательно прийти и к памятным мемориалам зажить цветы и почтить память. Сразу после митинга участники акции «Бессмертный полк» начали собираться у Геогерского собора на улице Маршала Неделина. Ровно в 12 часов колонна жителей Одинцова с фотографиями и портретами своих родных, воевавших в Великую Отечественную, отправились к центру города. Среди них и глава округа Андрей Иванов. Историями о своих родных с нами поделились горожане. У нас воевали прадеды Мещеряков Василий Николаевич. Он призывался с Тамбовской области. Призывался в 41-м году в возрасте 40 лет. В 42-м попал в плен, получил ранение, потерял ногу. В плену работал на шахтах. Там получил травму позвоночника. Вернулся домой. Мой прадедушка был раньше летчиком. Он погиб, он сбил 80 самолетов. И я хочу поздравить всех горожанов нашего города с 9 мая. Желаю вам счастья, здоровья и бодрости. Жители Одинцова целыми семьями присоединяются к всероссийской акции. Семья Чудиновых выходит на шествие 9 мая каждый год, чтобы почтить память своего героя. Сам дед был пленен, сбежал из плена и вернулся после войны. Он еще некоторое время после войны прожил со своей семьей. Это наши дедушки, Максимовы прадедушки. Черемушкин Григорий Васильевич, Никите Андреян Петрович. Это вот мой дедушка Андреян Петрович. Очень интересный человек, 16-го года рождения. Был учителем, директором школы. Был призван еще до Великой Отечественной войны в Монголию в срочную службу. Оттуда, не заезжая домой, он ушел на Великую Отечественную войну. Дошел до 45-го года, до Кракова. Поддержать акцию в этом году удалось в полномасштабном формате, признаются участники. В завершении шествия жители Одинцова почтили память героев у памятника Георгию Жукову и возложили цветы. Также в День Победы к шествию бессмертного полка присоединились Звенигород и Кубинка. Владимир Александрович принял участие в акции с портретом своего начальника, полковника Василия Ивановича Черноротова. Он прошел всю войну рядовым, получил три ордена солдатской славы. Ветераны нас после войны воспитывали всему самому хорошему, а главным принципом – справедливость, честность, добросовестность, патриотизм. И военных, как всегда принято, принимать самому решение. Жители Кубинки прошли по центру города, вспоминали историю родины, ратные подвиги дедов и прадедов. И, конечно, возложили цветы к памятной стеле. Екатерина Крамор, Николай Бирюков, телекомпания Одинцова. Субтитры создавал DimaTorzok